МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Градоначальник британской столицы ударил по Евросоюзу. Токма пользы для. В каком грехе исповедался президент Боливии Папе Римскому? Итак, буквально в эти минуты Печерский суд Киева избирает меру пресечения градоначальнику Вышгорода Алексею Момоту. Напомним, позавчера его задержали сотрудника СБУ на крупной взятке. Городского голову обвиняют в вымогательстве 300 тысяч евро от строительной компании за нерасторжение договора аренды земли. Задержали также четверых посредников в тот момент, когда те перечисляли часть взятки в размере 200 тысяч евро. Еще одного взяли в одном из киевских ресторанов в момент, когда представитель строительной компании передавал ему документы на недвижимость стоимостью более 700 тысяч евро. Против мэра открыто уголовное дело за вымогательство и взятки. В Печерском районном суде сейчас находится наша коллега Анна Каменева. У нее узнаем последние новости. Аня, здравствуйте. Скажите, что сейчас происходит в суде и избрали ли меру пресечения? Здравствуйте, Алексей. Начну с того, что несмотря на то, что никто точно не знал, во сколько же начнется заседание под здание Печерского райсуда, уже в 10 часов организовано пришли митингующие с плакатами и лозунгами против коррупции и Алексея Момота. Но чуть позже к ним присоединился второй митинг уже в поддержку мэра. Люди утверждали, что они приехали из самого Выжгорода, но мирно поделить территорию под зданием суда не особо получилось. Так а сколько заплатили вам? Зачем вы взяли этот ряд? Мне ничего не заплатили. Так а зачем вы здесь вот... Почему вы стоите тут? Вот скажите, в каждой человеке есть своя позиция, правильно? Впереди эти ряды, вы не должны, может быть, приховывать свою позицию. И себя не позволите. Люди 200 раз, поехали. Все отработали, до свидания. В итоге митингующих разделили нацгвардейцы, но на этом спор не закончился. Все переместилось в сам зал суда. Митингующие, которые выступали в поддержку Алексея Момота, выгоняли тех, кто выступал против. Давайте попробуем с ней по-другому. Да, граждане Украины, мы вам предлагаем, мы вам предлагаем всем покинуть этот зал по-нормальному. Не надо на нас давить. Отлично. И не надо на нас выгонять. Молодцы! 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 Спустя три часа в зал завели и Алексея Момота. Он свою вину не признает, называет все провокацией. Это абсолютно спровоцированный процесс, к которому я не имею никакого отношения. Ни к вымогательству, ни к прошению, ни к принуждению, ни тем более к получению. Если бы эта информация еще началась, то у вас есть выгодности. У меня защитник рекомендует не давать пока на данном этапе комментарии, поэтому извините. Прокуратура требует избрать Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залог в 10 миллионов гривен. А вот адвокаты утверждают, якобы прокуроры областной прокуратуры не имеют вообще полномочий расследовать это дело и огласили им отвод. Сумма неправомирной выгоды, яка за движением прокуратуры меняется на подзахисному, есть порядка 8,5-8,3 миллионов гривен, что явно превращает в межу в 500 минимальных заработных плат. Поэтому, за этим критерием, этот злочин не может быть расследован органами прокуратуры, а исключительно детективами НАБУ и специализированной прокуратурой. В ходе закривания нам выявлено, что предмет неправомирной выгоды больше, чем 500 тысяч рублей. Подследовательность указанному криминальному проведению вырешивает капитальный прокуратурой. Это генеральный прокуратуры Крым. Ходатайство об отводе прокурора в суд не удовлетворил, после чего адвокаты потребовали отвод судьи. Буквально только что закончилось рассмотрение этого вопроса, судью оставили прежнюю. Но и тем временем в этом же Печерском райсуде сегодня должны избрать меру пресечения еще двум фигурантов этого дела. Прокуратура их подозревает в соучастии при получении взятки. Одному из них в зале суда стало плохо, ему вызвали скорую. Пока что ни по одному делу еще нет результата. Если завтра до двух часов им не изберут меру пресечения, подозреваемых должны отпустить. Алексей. Аня, спасибо вам большое. Ну что ж, будем ждать двух часов дня завтра. Это Анна Каменева из Печерского районного суда, где суд избирает меру пресечения Алексею Момоту, мэру Выжгорода. Продолжаем. В Одессе чиновники, которые должны бороться с коррупцией, сами в ней же и увязли. СБУ задержал начальника областного управления комитета правовой защиты и его подчиненного по подозрению в вымогательстве взятки 3000 долларов. Причем, по данным оперативников мздоимства, у правозащитников было поставлено на поток. За деньги они закрывали глаза на нарушение законов и не привлекали нарушителей к уголовной и административной ответственности. Сейчас СБУ, прокуратура и полиция пытаются установить весь круг таких борцов с коррупцией. Надежда Савченко находится в критическом состоянии. По словам адвокатов, об этом сообщил врач, который вчера осмотрел украинскую летчицу. Савченко уже 11-е сутки на сухой голодовке. Официальный Киев требует допустить к ней украинских или немецких врачей. Однако российская сторона разрешения пока не дает. И вот, что нам рассказал Николай Полозов, адвокат Надежды. Надежда сегодня посетила сестра Вера. Состояние здоровья тяжелое. Настолько тяжелое, что по рекомендации врачей, внутривенные вливания необходимо проводить ежедневно. Надежда согласилась на это до 20-го числа. Но тем временем госсекретарь США Джон Керри призвал Россию немедленно освободить Надежду Савченко. Главный американский дипломат об этом говорил по телефону с министром иностранных дел России Лавровым. На сайте Госдепа сообщается, Керри потребовал освободить как Надежду Савченко, так и других заложников полностью соблюдать минские договоренности и немедленно прекратить насилие по всей линии соприкосновения. В зоне АТО не утихают обстрелы боевиков. Сегодня днем в районе Светлодарской дуги военным 54-й бригады пришлось открыть ответный огонь прямо во время работы на позициях нашей съемочной группы. Все подробности в сюжете Ярослава Кречко и оператора Юрия Романюка. Похоже, с подствольника бы быстро упал. Это Игорь говорит об утренних выстрелах боевиков. Уже пару часов тишина. И военные ведут нас с одной огневой точки на другую. Местность здесь открытая. Оставаться надолго нельзя. Запрыгиваем в окоп. Все целы. Пулемет боевиков бьет на расстоянии до двух километров. Но если противник откроет огонь с оружия потяжелее, укрытие нужно серьезнее. Между окопами снова передвигаемся перебежками. Вот в укрытие нас загнал вражеский пулемет, а только что работали еще боевики с гранатомета. Украинским военным приходится открывать ответный огонь. Не, автомат положи, что ты хлопаешь. Обычным автоматом боевиков не достать. В ход идет пулемет. Немного поутихло. И мы возвращаемся другой дорогой. Это следы от выстрелов вражеского БМП. Виктор тогда как раз был на посту. Глянули, контузии нет. Просто оглушило. Этот выстрел, говорят бойцы 54-й бригады, уже похож на работу снайпера. Огонь противника удалось немного подавить. И мы выбираемся из огневой зоны. А вот украинские военные на своих позициях остаются. И такие опасные участки им приходится преодолевать по нескольку раз в сутки. Ярослав Кричко, Юрий Романюк и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. В Японии новая серия землетрясений. Второй день юг страны трясет и сильнее, чем накануне. Уже десятки жертв, тысячи японцев госпитализированы. Есть ли в районе бедствия наши соотечественники? Подробнее Марьяна Зинковская. Раннее утро. Японцы не успели прийти в себя после вчерашних разрушений. Как сегодня земля снова содрогнулась. В этот раз с еще большей силой. Свыше 7 баллов. Эпицентр толчков – префектура Кумамото на острове Кюсю. Разрушены сотни домов, автотрассы, железнодорожные пути. Землетрясение вызвало оползнях. Проснулся вулкан Аса. Власти сразу же объявили об угрозе цунами. Но, к счастью, обошлось. Ночью, когда произошло второе землетрясение, я только задремала. И тут начались подземные толчки. Было около полуночи. Пострадали и здания, и школы, и спортзал, куда нас переселили. Все еще чувствуются слабые подземные толчки. Я даже не знаю, чего ожидать дальше. За два дня в регионе зафиксировали более 200 толчков. Погибли около 30 человек. Еще почти тысяча с различными травмами госпитализированы. А спасатели все достают из-под завалов пострадавших, среди которых много детей. Сколько еще человек находится под руинами, сложно предположить. Власти опасаются, что в некоторых деревнях десятки человек погребены заживо. В районе землетрясения были и граждане Украины. Наши меди уверяют, никто из них не пострадал. И все сейчас находятся в местном эвакуационном центре. Люди полностью обеспечены водой и продовольствием. Мы должны как-то это пережить. Что поделаешь, будем есть то, что дают, и спать, где есть место. И это хорошо. Как-то выживем. Из зоны стихийного бедствия уже эвакуировали около 70 тысяч человек. Временный приют может понадобиться еще стольким же. Я приказал отправить в разрушенные города как можно больше солдат и спасателей, чтобы как можно быстрее спасти пострадавших. Мы собираем всю информацию о возможных новых толчках и работаем над эвакуацией тех, кто находится в зоне риска. Сейчас в районе бедствия уже работает более 20 тысяч солдат, пожарных и врачей. Временно власти отменили все авиарейсы. В аэропортах экстренный режим. Они принимают только самолеты с гуманитарной помощью и спасателями. Нарьяна Зинковская, подробности, телеканал Интер. Израиль столкнулся с неожиданной проблемой. Выяснилось, что у многих граждан страны нет пенсий. Например, те, кто приехал в начале 90-х, из бывшего Советского Союза просто не успели их заработать. Теперь власти срочно ищут деньги. Как и где. Подробнее Сергей Ауслендер. При ближайшем рассмотрении проблема оказалась настолько грандиозной, что в правительстве по-настоящему испугались и теперь даже не знают, с какой стороны к ней подступаться. Внезапно выяснилось, что почти полмиллиона репатриантов, выходцев из СССР, подошли к пенсионному возрасту, не заработав себе пенсии. Получается, что приходя к этому пенсионному возрасту, они открывают распечатки пенсионных фондов и понимают, что суммы, которые там скопились, они просто абсолютно мизерные. И вот получается некая ситуация, когда люди буквально за год, за два до пенсии понимают, что через год-два их финансовое положение не просто ухудшится, а стремительно будет катиться вниз. Вот, например, Галина. В Израиле репатриировалась в 2000-м. Через год начала работать. 15 лет трудилась на одном и том же месте, причем компания исправно отчисляла все пенсионные взносы. На выходе все равно копейки. Что-то около 80 долларов. Плюс пособие по старости. Еще 450. Я не могу себе представить, как я буду на эти деньги существовать. В свое время, в самом начале мы купили квартиру небольшую, но нас она устраивает. И она еще у нас не выплачена. И если я не буду работать, то, понятно, с пенсией я не сумею выплачивать ипотеку. Итого, на пенсии Галина с мужем будут получать на двоих около 1000 долларов, что для Израиля ниже любого допустимого порога бедности. И вот таких в стране сотни тысяч. Более того, есть еще и мигранты из Эфиопии, их положение еще хуже. Есть домохозяйки, которые тоже не работали, не откладывали будущую пенсию. Все это, как снежный ком, может внезапно ударить по экономике, и последствия будут печальны. Ситуация и так тревожная. Цены растут, налоги увеличиваются, в банке постоянный минус. Приходится экономить на всем, чтобы удержаться на плаву, в том числе и на пенсии. А что делать, когда не смогу работать? В Кнессе сейчас внесен закон, который предлагает увеличить пособие по старости вне зависимости от трудового стажа. Его стоимость около миллиарда долларов. Денег в казне на это, разумеется, нет. Недавно статистическое управление опубликовало информацию о том, что средняя продолжительность жизни израильтян вновь увеличилась и теперь перевалила за 80 лет. И это, парадоксальным образом, лишь усугубляет пенсионную проблему. Все правильно, люди будут дольше жить, а значит, дольше получать пенсии. Сергей Услендер, Алена Боярская. Подробности телеканал Интер. Израиль. Доходы Обамы падают. За прошлый год американский лидер заработал 436 тысяч долларов, что стало наименьшим доходом за все время его президентства. По данным декларации Барака Обамы, основной источник получения прибыли от продажи написанной им в 2006 году книги, но теперь ее покупают не так охотно. Также в декларации указано, сколько американский лидер потратил на благотворительность. Это 64 тысячи долларов, то есть почти 15 процентов годового дохода. Европейский союз коррумпированный, а американский президент лицемер. Этими скандальными заявлениями лондонский мэр Борис Джонсон начал кампанию за выход в Великобритании из ЕС. Что стоит за этими обвинениями, знает наш британский САПКОР Светлана Чернецкая. В Великобритании официально стартовала кампания перед историческим референдумом о членстве в ЕС. То есть агитировать за любую из сторон можно было и раньше, но сейчас на это уже можно тратить деньги, причем немалые. Каждый из лагерей может потратить до 7 миллионов фунтов, а это 250 миллионов гривен. И не теряя ни минуты, активной агитацией начали противники Евросоюза. На арену вышел главный тяжеловес кампании «Голосуй за выход» лондонский мэр Борис Джонсон. Как всегда, он покорял публику своим остроумием и острословием. Сейчас или никогда, если мы не сможем изменить ситуацию, в этот раз, то и дальше будем похожи на пассажиров, которых заперли на заднем сидении такси с сомнительной системой навигации и водителям, плохо говорящим по-английски и едущим в том направлении, куда пассажиры ехать не хотят. Но аналитики в речи Джонсона обнаружили много нестыковок. Большинство ярких метафор и пламенных призывов не подкреплены никакими фактами. Вот только один пример. Джонсон настаивает. Деньги, которые Британия еженедельно отправляет в Европу, можно использовать с большей пользой. Например, поддержать бесплатную медицину. Правда, при этом лондонский мэр умолчал, что раньше Рьяно критиковал действующую систему здравоохранения. Он не единожды подчеркивал, медицина должна быть платной. А тут собрался инвестировать в идею, приверженцем которой не является. Никаких фактов и аргументов в подтверждении заявления о коррупции в Евросоюзе и экономических дивидендах в случае выхода из ЕС. Досталось также американскому президенту. Обаму Джонсон называет лицемером, потому что тот призывает британцев остаться в Евросемье. По словам лондонского городоначальника, Соединенному Королевству нужно вернуть свою независимость. А Штаты изначально никогда бы не согласились на союз, в котором потеряли бы суверенитет. В общем, обвинения Джонсона прозвучало много. А фактов мизер, что уже берут на вооружение представители оппозиционного лагеря. На стороне противников выхода из ЕС не только правительство страны, но и Международный валютный фонд, НАТО и сам Евросоюз. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. День, посвященный мигрантам. Папа Римский сегодня побывал на греческом острове Лесбос. Приехал специально в лагерь Мория, где проживает около трех тысяч беженцев. Франциск выразил им сочувствие и призвал не терять надежды. Также в ходе визита Папа Римский вместе с патриархом Константинопольским Варфоломеем и архиепископом Афинским Иеронимом II подписал заявление о солидарности с беженцами и призвал мировых лидеров к борьбе с дискриминацией по религиозному и этническому принципам. Возвращаясь в Италию, Франциск взял с собой три сирийские семьи иммигрантов. Это 12 человек, шесть из которых дети. Следует вернуть мир туда, куда война принесла разрушение и смерть. Нужно принять все меры, чтобы прекратить торговлю оружием. Те, кто совершают акты насилия и ненависти, должны быть лишены всяческой поддержки. И снова в Украину. В Чернобыльской зоне отчуждения может появиться биосферный заповедник. В Минэкологии надеются, что к 30-й годовщине трагедии на ЧАЭС в администрации президента подпишут соответствующий указ. О том, что сейчас происходит в зоне и как идет строительство нового укрытия, сюжет Ольги Теребинской. Детский сад – единственное строение, оставшееся от деревни Копачи. После 26 апреля 1986-го здесь больше никто никогда не слышал голоса детей. Вот как сложились судьбы этих детей? Вот кто они сейчас? Может, они болели, да? Вот кем они стали? Что они сейчас вспоминают об аварии? Ну, они, наверное, там немного помнят, но какие-то яркие детские вспышки, наверное, есть в голове. И вот как они относятся к тому, что было 30 лет назад? А 30 лет назад на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной станции произошел взрыв. Эксперимент любой ценой обошелся в тысячи человеческих жизней. Сразу же после аварии за 206 дней над разрушенным реактором выросло изоляционное сооружение-саркофаг. Несколько раз его уже латали, но теперь срок годности укрытия подходит к концу. Новая защитная оболочка «Арка» – это прочная стальная конструкция высотой 108 метров и длиной 150. В ней будут находиться технологический корпус и вспомогательные сооружения. Тендер на строительство укрытия выиграла французская компания «Наварка». Мы планируем закончить этот объект к концу 2016 года, и в 2017 году он должен быть введен в эксплуатацию. Деньги на это выделяют страны-доноры. Есть специальный счет, деньги необходимые собраны. Если я не ошибаюсь, более миллиарда, полтора миллиарда на сегодняшний день это стоит. Меня радует, что такое инженерное чудо появилось на планете Земля. Это говорит о том, что инженерная мысль еще живет, бьется и дает вот такие результаты. «Арку» проектирует французский консорциум «Наварка». Но большую часть работы выполняют украинские рабочие, украинские специалисты. «Арка» должна предотвратить выброс опасных материалов из устаревшего укрытия и защитить весь разрушенный энергоблок от внешних воздействий. Возможно, уже в ближайшие годы на территории зоны отчуждения появится биосферный заповедник. Во всяком случае, так планируют в Минэкологии. Из 270 тысяч гектаров заповедник займет две трети. Вы слышали о том, что сегодня активно возвращаются звери на эту территорию, что природа восстанавливается, и нет влияния человека. И природа живет своей жизнью, восстанавливается очень активно. Кроме того, эти территории более чистые. Они были менее заражены в результате аварии и очистились в значительной степени. Но несмотря на новое укрытие и планирующийся заповедник, прежней жизни здесь уже никогда не будет. Вы никогда не услышите в зоне отчуждения детского крика, детского смеха. Вот дети здесь уже не появятся никогда. Возможно, это вот самая большая трагедия. Ольга Теребинская, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Из Чернобыльской зоны снова в зону АТО. На Мариупольском направлении боевики более 20 раз обстреляли украинские позиции. Самыми напряженными точками сектора остаются Марьинка и Широкино, куда противник перебросил свежие силы и боеприпасы. Сейчас там стреляют постоянно. Руслан Смещук продолжит тему. Передвигаться по Широкино приходится вот так, периодически вжимаясь в землю. Из перехваченных радиопереговоров боевиков с их штабом известно. Неприятелю подвезли новые боеприпасы. Количество обстрелов увеличилось. В районе дома педагоги скопление живой силы в количестве 35 человек. Сейчас наши, короче, БЭХа, БОЛБИЦ, Широкино. Так, ладно, это не записываю. Бойцы рассказывают, противник пытается измотать. Стреляют постоянно. Бах-бах, тишина, бах-бах, тишина. Я вчера полночи сидел, мне постоянно докладываю. Через каждых 15-10 минут. Одиночные выстрелы в нашу сторону, одиночные выстрелы в нашу сторону. Когда она прилетела, буквально дня, так скажем, 4 назад, 5. Это 120-я мина по хвостовику. И хотя боевиков из Широкино выбили несколько месяцев назад, до сих пор в селе находят вражеские схроны. Это мина 82-го калибра. Если бои были за село, они такие хованки сделали, и прямо села били по нам. Сейчас вытесненный за границей поселка противник пытается укрепиться на восточных подступах к Широкино. Каждый день там появляются новые окопы и огневые точки. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Далее о хорошем. Буквально в эти минуты в Запорожье начинает первое патрулирование новая полиция. Сегодня днем около полутысячи полицейских приняли присягу. Как это было, видел Сергей Бордюжа. Перед дальней дорогой небольшой перекур. В ожидании торжественной церемонии принятия присяги новые патрульные коротают время. Кто за чашкой кофе, кто за сигаретой. Увидев камеру, ретируются. Хороший день. Хороший день. Спасибо. Нет, я не курю. Я не перекурю. Спасибо бы. Набор в новую полицию Запорожья объявили в октябре прошлого года. Из нескольких тысяч желающих планировали отобрать 800 человек. Но новую форму сегодня надели только 500. Много людей посыпалось на огневой подготовке, на тактической. Среди запорожских полицейских местные далеко не все. Дмитрий Кантал из Днепропетровской области. Хотел служить дома, но судьба распорядилась иначе. Когда анкету свою запомнил, тогда уже на тот момент все ближайшие места были заняты. Поэтому сам Запорожье так и попал. Какое свободное было место. Принимали присягу на Хортице с видом на город и Днепрогэс. Приехал и министр МВД. Сама церемония была недолгой, но громкой. Клятву полицейских слышали во всей округе. Я, усведомляющий свою высокую ответственность, урочисто присягаю. В завершение традиционные селфи и фотосессии. Запорожцы с полицейскими, а полицейские с собачками. Это поддержка моя. Тоже патриот. Пришел поддержать полицию. Патрулировать улицы города первые экипажи выйдут уже сегодня вечером. Запорожье стало 21-м городом, где заработала патрульная полиция. На очереди Мелитополь и Бердянск. Сергей Бордюша, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Запорожье. В Николаеве черные археологи в поисках клада почти разрушили здание старинной винодельни. А местные жители превратили ее территорию в свалку. Спасать исторический памятник принялись активисты и краеведы. Тему продолжит Кирилл Ющишин. Горы, мусора и разрушенные стены. Так сегодня выглядит усадьба Бредихина под Николаевом. Сто лет назад здесь был винный завод, известный на всю империю. Ныне это территория военного полигона и по совместительству свалка. Есть такое ощущение, что из-за просто вывозили отходы из ближайших сел, либо кто-то когда проводил какие-то пикники, потому что здесь природа замечательная. Краеведы утверждают место уникальное и забытое властями. Еще три года назад все здания были целы. Но потом кто-то пустил слух, мол тут зарыт клад. Крыши вот эти были полностью здесь все целы. Это как старое архитектурное сооружение. Внизу винные подвалы. За последние два-три года здесь полностью все разрушилось, упали крыши, территория пришла в упадок и все забросано мусором. Мы изначально думали, что люди разрушают для того, чтобы камень здесь взять. Но, как видите, камень остается на месте, а сама усадьба разрушается. И если вы спуститесь в подвал, вы увидите шурфы, вынутые камни. Это все в поисках яиц в Абраже. Впрочем, сокровища не нашли, только старые трубы. Вино давилось не здесь, вино давилось прямо в поле. И по вот этим вот трубам уже готовый сок винный, виноградный, он прибывал вот сюда. Чтобы хоть немного облагородить историческое место, активисты устроили субботник. Насобирали два грузовика мусора. Я сегодня находил пластмассу, бутылки из подводки, потом битые стекла. Мусора очень здесь много. Краеведы и активисты уже обратились к военным с просьбой отдать эту территорию под исторический заповедник. Хотят вернуть усадьбе былой вид и организовать здесь музей. Кирилл Ющишин, Богдан Новинов. Подробности, телеканал Интер, Николаевская область. Вы смотрите подробности, не переключайте канал. Что на самом деле происходит в Белом доме и как ведет себя президент США с подчиненными? Какой секрет поведал президент Боливии, папе Римскому и кто или что угрожает инфанте Испании? Об этом вы узнаете прямо сейчас из нашего обзора. В этом году самой выгодной валютой мира стала зомбийская квача. Эксперты агентства Bloomberg считают, что именно эта денежная единица опередила все валюты мира по темпам роста. Только в прошлом году квача была среди лидеров по уровню девальвации. Но растущие цены на медь, крупными месторождениями, которые располагает Замбия, резко укрепили местную валюту. В Испании арестовали главу антикоррупционного фонда «Чистые руки», который накануне обвинил принцессу Кристину в финансовых махинациях. Бигель Бернард, как полагают следователи, сам мог быть причастен к аферам. Представители антикоррупционного фонда, по версии правоохранителей, выдвигали обвинения против тех или иных лиц, а потом снимали свои претензии в обмен на взятки. Ранее инфанту Кристину вместе с супругом обвиняли в финансовых махинациях при помощи созданного ими благотворительного фонда. Принцесса стала первым членом испанской королевской семьи, представшим перед судом. Президент Боливии признался – регулярно жует листья коки. Эва Моралес рассказал о своей привычке папе Римскому во время посещения Ватикана. При этом он пытался оправдаться, мол, делает это из-за проблем со здоровьем. Большинство жителей Боливии не считают такую привычку вредной. Кока в стране разрешена. Во время посещения Ватикана Эва Моралес даже подарил понтифику три книги о пользе листьев коки для здоровья. В американском штате Мэриленд мужчина застрелил приехавшего на вызов пожарного. Еще одного ранил. В службу спасения позвонил местный житель и сообщил о плохом самочувствии. Приехавшим к дому спасателям никто дверь не открыл. Они приняли решение выломать ее, после чего хозяин дома и начал стрелять. Правительство США запретило своим служащим ездить в Акапулько. На этом мексиканском курорте, как и во всем штате Геррера, орудуют многочисленные банды и постоянно растет количество убийств. Акапулько, который находится на Тихоокеанском побережье Мексики, в свое время был очень популярным курортом среди голливудских звезд. Президент США стал нянькой дочери своего пресс-секретаря Джейн Псаки. Девятимесячная Женевьева ползает по всем комнатам в Белом доме, в том числе и в овальном кабинете. Барак Обама, судя по фотографиям, попавшим в сеть, не только играет с крохой, но и учит ее ходить. У нас нет детского сада, пишет Псаки в Твиттере. Ранее Барак Обама, отец двоих дочерей, на публике не раз брал на руки малышей и даже показывал, как надо успокаивать расплакавшихся карапузов. Наш выпуск подходит к концу, но до конца недели еще сутки. Итоги, уходящих с 7 дней уже завтра в это же время, подведут наши коллеги из подробностей недели. Но уже сейчас они готовы, что называется, приоткрыть завесу и поделиться некоторыми темами. Не пропустите! В подробностях недели. В 8 вечера, в это воскресенье. Смертельный дефицит. Зовсем не было таблеток, и мы позучали. Почему в стране нет ни вакцин, ни лекарств, без которых не выжить? Время, то, чего практически нет у онкобольных детей. Они уже более года ждут лекарств от государства. Когда закончится лекарственный коллапс? Черные лесорубы. Лес рубят, щепки летят. Такими темпами вырубки от Карпат скоро ничего не останется. На Львовщине деревья пилят гектарами. Звук топора днем и ночью. Ясно, что все кодоти дают дозвола, значит. Кто заработает миллионы ценой экологической катастрофы? Дом, который оставил ЖЭК? ЖЭК ничего нам не допомагает. И высотки, и развалюхи теперь отдадут самим жильцам. Будем сообща восстанавливать наш дом. Будем платить больше? Готова ли Украина к коммунальной революции? Вашингтон слезам не верит. Ждать ли Киеву денег от Международного валютного фонда? Или снова откажут? В Соединенных Штатах весенний саммит МВФ. Что там пообещают новому правительству? Главные темы в прямом эфире ровно в 8 вечера в это воскресенье. И на этом выпуск завершен. За развитием событий следите на нашем сайте подробности.ua. Мы с вами увидимся в понедельник в Дэнных Новынах на Интере. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин